This conference will now be recorded. В частности, логистики, включая, ну, наверное, все ее направления, я уже практически четверть века. Начинал я свой путь как раз с внешнеэкономического направления, таможенного оформления, организации взаимодействия с таможней. Было это давно, но благодаря этому мне удалось и в настоящем времени, думаю, что удается сейчас изнутри наблюдать существенную трансформацию таможенного менеджмента, начиная с 90-х и до настоящего времени. А трансформация оказалась, ну, действительно кардинальной. И прежде всего эта трансформация выражается в том, что таможенный менеджмент, несомненно, стал намного более прозрачным как для участников ВЭД, так и для каких-то структур, которые вокруг этого тоже витают. И эта прозрачность значительно упростила жизнь как сотрудников, так и в целом компаний, работающих в этой очень интересной области. И это не только повсеместное введение электронного декларирования. Ну, то, о чем говорят, да, это по большому счету здорово. Есть и недостатки, конечно, но в целом это внедрение, ну, действительно позитивное. Внедрение электронного декларирования и его следствия, это не только, например, автоматическая регистрация декларации на товары, но и уже больше года, даже больше полутора лет существует автоматизированный выпуск декларации на товары. Что это значит? Это значит, что прежде грозный инспектор таможни в человеческом обличии вообще не прикасается к процессу оформления, а все делает некий программный продукт, некая программа по заложенному в ней алгоритму или регламенту. Ну, программа программой, естественно, а знания и компетенции, в общем-то, никто не отменял. Более того, я хочу сказать, что в последние годы от, ну, вот то, что я вижу и в рамках своей консалтинговой деятельности, я в новом компании вижу, и маленьких, и больших, и огромных. И, ну, наверное, года два, и это связано не только с пандемией, от сотрудников в значительно большей степени требуются компетенции, так называемые комплексные, знания и понимания процессов смежных с чисто таможенной и коммерческой областями ВЭД. Это и знание транспортной, и знание складской логистики, и, само собой, вводение инструментами закупочной деятельности, ну и, конечно, умение проанализировать то, что происходит как в непосредственной близости от вас, так и какие-то более глобальные процессы. А инструменты анализа на самом деле очень наглядно демонстрируются в области, ну, например, тоже область, казалось бы, смежная, да, но настолько происходит взаимопроникновение этих смежных областей, что отличить сейчас, то есть выделить чисто ВЭД от управления запасов транспортной логистики, ну, практически невозможно. Пользуясь случаем, я хочу пригласить всех вас на курс «Центр-специалист», который называется «Основы внешнеэкономической деятельности. Таможенный менеджмент». Ну, собственно, наш сегодняшний мастер-класс – это примерно, ну, так можно прикинуть, по времени где-то около 2% того, что вы узнаете на этом курсе. Ближайшие даты начала занятия вы видите на этом слайде, поэтому, если заинтересует, добро пожаловать, приходите, это, правда, должно быть интересно. Ну, тем более, что этот курс организован Центром обучения специалистов, который, ну, есть такая первая аксиома заповедь маркетинга, что хороший продукт рекламирует себя сам, и даже сайты в целом продвигать, говорят, не надо, потому что контент тоже делает себя сам. Вот, поэтому про «Центр-специалист» я долго говорить не буду, за меня говорят цифры, это больше миллиона, на самом деле уже полутора подходят выпускников и корпоративные клиенты, десятками тысяч, это более тысячи различных курсов. И я хочу сказать только одно, что главное отличие от такого рода образования от классического, то вы действительно попадаете в руки преподавателей практиков, тех людей, которые на своей шкуре почувствовали все нюансы предмета и те, кто передает слушателям свой, ну, действительно часто уникальный опыт в соответствующей области. Ну, и немаловажно, что после успешного окончания курса или цикла курсов вы получаете очень престижный документ вплоть до диплома государственного образца, который называется диплом о профессиональной переподготовке. То есть полноценный диплом о высшей образовании, ну, при прохождении так называемой дипломной программы. Нужно сказать, что отработанная годами и непрерывно совершенствующаяся в ответ на актуальные вызовы и тренды система обучения центра специалист, ну, действительно, в общем, позволяет в большой степени гарантировать качество обучения. Ближе к завершении нашего мастер-класса мы еще раз вернемся и к курсу веб, к которому непосредственное отношение имеет тема сегодняшнего мастер-класса. Ну, и поговорим еще разочек о преимуществах его прохождения. Кстати говоря, гарантия безопасности – это тоже очень существенно в центре обучения. Немногие центры могут себе это позволить. Прошедший год, ну, год можно от сегодняшнего дня отчитывать, год назад, ну, у нас в стране, как вы понимаете, свистопляска началась в середине марта прошлого года, ну, вот то, что связано с ковидом. Ну, мы сейчас поговорим, насколько именно пандемия отразилась. Сразу хочу сказать авансом, что, на мой взгляд, ну, практически не отразилось в целом на внешнеэкономической деятельности. Более того, какие-то направления, как и во многих других отраслях бизнеса, многие направления скакнули вверх за 2020 год, за начало 2021 года. Ну, вот, но, тем не менее, прошедший год очень наглядно показал, какие умения и компетенции как рядовых сотрудников, так и топ-менеджмента позволили ряду компаний под воздействием существенных неблагоприятных внешних факторов, ну, как это принято называть, такие факторы – негативные изменения внешней экосреды бизнеса. Вот такое красивое слово частенько используют. Но позволило компаниям не только остаться на плаву, но и достаточно существенно улучшить основные показатели бизнес-процессов. Надо сказать, что совсем свежие этого года исследования, проведенные в разном масштабе, правда, но практически для всех направлений бизнеса, так называемой «большой тройкой» консалтинговой. Может быть, слышали, это компания McKinsey, BCG, Bain, так называемая «большая тройка», вот они серьезные достаточно исследования провели, и их анализ показал, что при прочих равных условиях значительно лучшие показатели оказались в такой, в общем, относительно нелегкой ситуации у компаний, которые в предпродемическое время делали акцент на развитие тех самых комплексных компетенций рядовых сотрудников, о которых я только что вам говорил. То есть знания и умения применять на практике не только то, что написано в должностной инструкции, но и то, что относится к смежным направлениям внутри компании. Особенно ярко это стало заметно как в целом в направлении логистики, так и в направлении внешней торговли. Исходя из этого, ну, как можно утрировать, конечно, но вот исходя из исследований «большой тройки», получается, как это не кажется странным, то у компании, где, ну, например, не обижая уважаемый труд, но, например, уборщица, увидев в мусорной корзине остатки Бикмака, завернутые в оригинал ордерного коносамента, уборщица понимает, что что-то здесь не так. Вот у такой компании существенно больше шансов на выживание и развитие, чем у компании, где про тот самый, например, ордерный коносамент знает один единственный ответственный сотрудник, который, конечно же, никогда в него Бикмак не завернет. Вот такой вот, казалось бы, неочевидный результат, который противоречит политике многих больших холдингов корпораций, которые направлены на узкую специализацию. И мой личный опыт показывает, что и в больших компаниях и корпорациях владельцы топы дали команду HR-ам искать в большей степени универсалов. Ну, собственно, и курс Центра специалистов по внешнеэкономической деятельности направлен на получение и развитие компетенций, ну, такого начального уровня, это основы, которые необходимы как действующим специалистам в и внешних и смежных направлений, так и тем, кто планирует реализовать себя в этом направлении, только-только начинает. Ну, а сейчас давайте, наконец, приступим к впитыванию той самой 2%, я сказал, да, и больше тысячи курсов специалистов. Ну, это значит, сколько получается? Одна пятидесятитысячная доля, да? Ну, вот приступаем к впитыванию одной пятидесятитысячной доли знаний, которые вы можете получить специалистам. Давайте очень коротко посмотрим, что принес нам прошедший год и как это повлияло на сферу внешнеэкономической деятельности. На этом слайде вы видите общие, действительно, базовые факторы, которые оказывают существенное иногда и критическое влияние на многие сферы, но применительно к ВЭДу такие факторы проявляются неопосредованно, не как-то косвенно, а прямо и очень-очень ярко. Причем масштаб такого проявления может быть как глобальный для мира, для страны, так и локальный для отдельно взятой компании. Ну, нужно сказать, что очень часто такое проявление выстреливает и для судьбы по-чеховски маленького человека, рядового сотрудника компании. Если говорить о стране в целом, то такое проявление очень наглядно проявляется на, сейчас я покажу, на графике базовых внешнеэкономических показателей общего объема импорта и экспорта. Ну, кстати говоря, в нашей стране объем экспорта практически в два раза превышает объем импорта. Ну, вот посмотрите на эту картинку, что мы здесь видим. Видим мы, ну, в общем, все так называемые кризисы. Мировой кризис 8-9 годов, наш, аккуратно скажу, самодельный кризис 14-го года. А вот что произошло за последний год? Вот, и вот здесь мы с вами можем увидеть, видите, да, снижение идет, 19-20-й год, то есть, ну, это уже итоги 20-го года, то есть, начало 21-го, да? То есть, вот такое вот снижение по импорту, по импорту совсем небольшое, как вы видите, по экспорту достаточно существенное. И это вот первая ловушка, в которую могут попасть люди, которые не очень глубоко занимаются каким-то аналитом. В чем заключается эта ловушка? Коллеги, выключите, пожалуйста, пока микрофоны, если есть вопросы, я на них оставлю время в конце нашего занятия. Ну, во-первых, чаще всего такие графики, такие данные, они в чем? В деньгах, чаще всего в долларах. Причем и наша внутренняя статистика тоже очень часто приводится официальными государственными, Росстатом и так далее, именно в долларах, то есть, ну, в каких-то деньгах. А надо сказать, что в прошлом году доллар вел себя как раз в противофазе. Ну, вот, подробно мы разбирать это не будем, но вот как раз здесь примерно наложено, да, там, где вниз, там примерно доллар пошел вверх, ну, тоже по понятным причинам. Это абсолютно не связано ни с пандемией, не смогли договориться с ОПЭКом, да, то есть там, ну, можно сказать, неудачные решения руководства по нефти, ну, и то, что происходило наверняка в той или иной степени вы слышали. Доллар пошел плясать, доллар пошел гулять, поэтому если вы вот этот вот пик на вот этот вот спад наложите в деньгах, то, в общем-то, никакого особого снижения мы на самом деле не увидим. Поэтому и здесь, и на следующих картинках, которые я буду вам показывать, это нужно, конечно же, учитывать. То данные приведены в деньгах, а деньги себя тоже ведут по-разному в разное время. Я имею в виду курсы валют. Уменьшение объема в долларах на самом деле получается, что может означать и увеличение, например, в рублях или килограммах или кубометрах объема как экспорта, так и импорта. Ну, а да, конечно, в попугаях картина будет практически радужной и почти идеальной. Но в долларах, тем не менее, мы видим некое снижение. То есть, если посмотреть вот так вот уже на результаты последних лет. Почему я показываю 2020 год? Ну, вы понимаете, официальная статистика, она, конечно, запаздывается публикованием, поэтому даже первый квартал 2021 года еще окончательной статистики государственной просто нет. Но на самом деле это не важно, мы смотрим на тренды. То есть, получается, что да, и в долларах эти показатели наверняка нельзя списать на продолжающуюся в мире пандемию. То есть, да, конечно, влияние есть. Но сейчас мы посмотрим. На самом деле не очень значительное по сравнению, например, с теми же политическими факторами. Ну, тем не менее, я хочу сказать, что какие бы высокие, широкие стены мы сами здесь для себя не строили, мы продолжаем жить в глобализованном мире, в котором полная блокада внешнеэкономической деятельности, ну, конечно же, очень и очень маловероятна. То есть, ну, это должно что-то совсем сверхъестественное случиться. Ну, либо что-то элитарном государстве, это понятно, что зависит от одного человека. Ну, разные ситуации, но давайте не будем на худший вариант, на худшую стратегию какую-то рассчитывать. Поэтому, что бы ни говорил телевизор, экспортно-импортная операция сейчас, в общем, практически стабилизировалась. При этом в этой деятельности происходит некое перераспределение по направлениям, как в экспорте, так и в импорте. Ну, вот посмотрите, кстати, эта картинка по состоянию на март этого года, то есть такая уже посвежее. На самом деле перераспределение происходит не очень заметно для тех, кто не варится в этой сфере. То есть, да, конечно, все понятно, основная вот эта синенькая доля экспорта, это так называемые минеральные продукты, то есть что? То есть сырье. Но обратите внимание на следующий по величине раздел экспорта. Вот этот вот красный сектор, видите? Да, очень интересный сектор, он называется скрытый раздел. Его содержание составляет государственную тайну, поэтому мы не можем с вами обсуждать его содержание. Но при этом объем известен по официальной статистике Федеральной таможенной службы. Кстати говоря, ведущая страна-импортер скрытого сектора из России, тоже открытая информация. Это не какие-то банановые острова, это Германия. Вот, и там тоже происходят очень существенные изменения, как вы видите. Еще раз подчеркиваю, что да, в долларах снижение идет, но смотрите в чем. Это топливный сектор, да, вот он все определяет. То есть вот это общее 21% снижение определяется, просто здесь цифры в деньгах, самые-самые большие, которые сразу же в разы превышают все остальное. Поэтому снижение вот это, оно в общем-то определяется исключительно вот этим вот разделом. Вот, то есть за счет сырьевого сектора. А что с импортом? В импорте, как для большинства сырьевых экономик, конечно, превалирует, несмотря на тарифное, нетарифное регулирование, о котором мы с вами, если придете, очень подробно поговорим на курсе внешнеэкономической деятельности. Конечно, превалирует высокотехнологичное оборудование из раздела машины, оборудование, аппаратура. Вот этот синий сектор. Дальше идет несырьевая продукция химической промышленности, автомобили. Кстати говоря, если исключить из этой статистики, из вот такой вот пиктограммы ближнее зарубежье, то будет еще более выраженная картинка в пользу продукции машиностроения. То есть перекос, экспорт, импорт, он продолжается и продолжается достаточно серьезно. Итак, и по импорту, опять же, в долларах. Ну, вот я недаром много раз это повторяю, потому что, ну, правда, это важно. То есть глядя на вот эти цифры, на эти графики, на эти картинки, кажется, что что-то снижается. Вот, но напомню, вот маленькая картиночка, которую мы подробно не посмотрели, курс, он на 20% уже скакнул, курс, да. А общее, например, снижение импорта в Россию за год, оно 5%. Поэтому, если считать не в долларах, а в туках, килограммах, кубометрах, то получится немножко противоположная картинка. Ну, на самом деле, даже если смотреть на доллары, то посмотрите за счет чего. Ну, посмотрите сюда, вот на эти данные. Автомобили стали меньше покупать. Вот определяющее здесь. Ну, и, ну, наверное, да, такое локальное снижение спроса, в том числе, можно в какой-то мере связать действительно с пандемией. Вот, но каких-то серьезных других факторов я, в общем, не вижу. Ну, вообще говоря, уже несколько лет, как с высоких трибун, так и с трибунок поменьше, очень громко рапортуют о том, что, ну, слышали наверняка, никто нам не нужен, мы сами все сами, сами все можем, все имеем и стремительно проводим, что, как это называется, импортозамещение. Да, модное очень слово. Давайте посмотрим на официальную статистику, Росстат, между прочим, и попробуем понять, а насколько мы научились замещать этот самый импорт в последнее время. Вот, обратите внимание, два графика, ну, они практически друг друга повторяют, это синенькие, выше, это доля импортных товаров в товарных ресурсах розничной торговли, а ниже красная линия более, с более выраженным спадом, это продукты, доля импорта в продуктах питания. Ну, здесь мы видим, что тренд на импортозамещение, возникший, как вы понимаете, исключительно по политическим причинам в 2014 году, уже в 2016 году, ну, посмотрите, да, пошло вверх, да, сменился на противоположный этот самый тренд. То есть импортозамещение довольно быстро возвращается к уровню, ну, вот мы здесь, да, практически к уровню нулевых. Следующий момент, еще один момент внешней торговли, который, конечно, нельзя обойти вниманием в последнее время. Вообще известно, что лидер перемещений в пространстве всего ненасыпного и неналивного – это морские контейнерные перевозки. Максимальный объем, в принципе, в мировом грузообороте. И сейчас специалисты, которые связаны с такого рода поставками, ну, очень громко стонут от того, что стоимость такой перевозки подскочила чуть ли не в 10 раз. Ну, где-то с начала года, сейчас пошла чуть-чуть вниз, но не быстро. Но эти все стоны, мы жить, в нашей стране живем, и, как, опять же, писал поэт, этот стон у нас песней зовется. Так что же случилось с контейнерами? В чем дело? Посмотрите. Китайская статистика. А случилось вот что. Но обратите внимание, когда подскочили цены. Это доллары за контейнер 40-х футовый, да, то есть там с тысячи где-то 600, вот, ну, ушло, как обычно, да, и вдруг в среднем, да, до 8 тысяч. Разброс, конечно же, там индивидуальный, разный. Но обратите внимание, что произошло это примерно в ноябре 2000 года. Кто-нибудь вспомнит, что в ноябре прошлого года случилось? То есть, с чем связано, вот, почему вдруг такой скачок вдруг в ноябре. Причем морские линии на самом деле, при этом, обратите внимание, это график захода судов главной порты. Ведущие морские линии резко, действительно резко, вы видите, да, сократили количество рейсов при этом. Посмотрите на график. Но если вы подумаете, что морские контейнерные линии не дозаработали в прошедшем году, то вы ошибаетесь. Доход ведущих игроков морских контейнерных перевозок в прошлом году вырос почти на 20%. Они очень серьезно заработали на, вот, в том числе на этом, на всем. Очень занимательные вещи. А, ну, давайте посмотрим, а что же случилось в ноябре. А в ноябре случились выборы в США. Есть в мире две сверхдержавы, США и Китай. И начали они когда-то между собой выяснять отношения. Господин Трамп, как вы помните, ну, не взлюбил Китай, и внешняя торговля постепенно, ключевое слово, постепенно сократилась. А потом ноябрь, выборы в США и изменения экономической политики. США в Китай экспортировать, ну, относительно нечего. А вот в другую сторону, из Китая в США, как вы понимаете, все совсем по-другому. И вот резко возобновляется экспорт из Китая в США. И что получается? Контейнеры оказываются, где все контейнеры, вот они валом туда пошли, и все они оказываются в Северной Америке. А как же обратно? Ну, вот и образовался серьезный дефицит порожных контейнеров сначала в Китае, потом в остальной Азии. И, наконец, волна дошла и до Европы. И, ну, вот выборы американские, а что же делать нам-то, простым ведовцам? Ну, на самом деле, то, что эти самые простые ведовцы и делали в этой ситуации. То есть те, кто по каким-то причинам не захотел или не смог заняться анализом и понять, что происходит, они, да, стали платить 6-10 раз больше и намного дольше ждать поставок. Вот. А те, кто существенно лучше владел соответствующими, опять же, компетенциями, поступили чуть-чуть по-другому. Кто-то заранее перешел на сухогрузы. Кто-то в России перекупил контейнеры, служившие просто транспортными средствами, да, которые по России катались. Вот. А на самом деле это все мелочи. А главное, учили так называемую морскую цикличность, которая существовала, ну, десятилетиями существовала всегда. Цикл морских перевозок всегда составлял примерно 3 месяца. Ну, действительно, так было всегда. С таким циклом я сталкивался и там в 90-х и позже. Ну, например, в финской Котке, один из ведущих европейских портов. Ну, там тот самый трехмесячный цикл и ценовой в том числе. И учет такого цикла предполагает настройку логистики и управление запасами с учетом такой цикличности. Просто надо учесть, что вот такая вот затухающая волна пошла. Ну, вот это случилось, эти выборы пошел, вот этот дисбаланс. Вот. Но он затухает, но затухает он тоже по синусоиде. И, значит, надо перестраиваться и не попадать на максимумы и цены, и дефицита. Вот. То есть все, ну, да, требует неких усилий, требует некого анализа. Ну, в общем, понятно, что делать. Ничего нового. И, конечно же, ну, не первый раз все это в истории случается. Конечно же, и локальные, и не очень изменения параметров, а это именно изменения каких-то параметров ведения бизнеса. Они происходят всегда. Ну, если говорить про локальные, никто не застрахован от банальной аварии, как, например, такой, ну, наверное, все видели, да. Здесь, в двух словах, Суэцкий канал стал доступен для движения судов в 1869 году. Вот. До его постройки все шло вокруг Африки. И, естественно, и на график, и на стоимость перевозок Суэцкий канал, ну, действительно, влияет. И тогда, неважно, по какой причине его перегораживают, то это становится, ну, как минимум, неуютно для участников ПВЭП. Ну, вот в пять дней он стоял, но, действительно, разве это впервые? И, если вспомнить чуть-чуть историю, то в жарком июне 67-го года из-за шестидневной войны, из-за войны между Израилем и несколькими арабскими странами, египетские войска быстренько заблокировали Суэцкий канал с обеих сторон, затопив там кучу старых судов. И, ну, в общем, щедро присыпав все это дело еще и морскими минами. И, несмотря на то, что этот военный конфликт вошел в историю как шестидневная война, канал был заблокирован, тот самый Суэцкий канал, долгие восемь лет. И, ну, да, официально война 67-го года длилась шесть дней, но смогла повлиять на стабильность мировой экономики. Ну, кстати, интересные исторические факты, а самая короткая настоящая война, неэффективная, продолжалась, известно в истории, 38 минут. И в момент, когда египетская армия усердно блокировала канал, через него не повезло проходить 15-ти торговым судам. Их экипажи поняли, что деваться им особо некуда, и 14 из них встали на якоре рядышком, в самом широком месте, в районе Большого Горького озера. Это были корабли из разных стран, то есть Штаты, ФРГ, и Швеция, Великобритания, Франция, Польша, Болгария, даже Чехословакия. Трюмы у них были набиты всякой всячиной, от модных футболов, детских игрушек, до австралийских свиней, и воловьих шкур, и зафилопии, всякое разное там было. Экипажи кораблей довольно быстро организовались и образовали, очень интересно, даже книги есть на эту тему, ассоциацию Большого Горького озера, ну 8 лет продолжается, с целью помогать друг другу не унывать в сложившихся обстоятельствах, ну и делиться едой, прочими благами, ну и организовывать совместный досуг. На норвежском судне обнаружился удивительно талантливый повар, у поляков высококвалифицированный врач, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть моряки развлекались как могли, устраивали регаты, рубились в футбол, организовали даже свою олимпиаду, рисовали там рукописные марки. Ну, конечно же, надо сказать, что моряки не сидели безвылазно все эти 8 лет на своих кораблях, примерно в 1969 году, ну почти 2 года, 2 года сидели. Вот, все-таки компаниям, владельцам судов удалось вывести большую часть экипажей, и дальше они там жили вахтовым методом. А как же 8 лет заблокирована одна из основных артерий, да, и ой-ой-ой, а как же мировая экономика? И одно из последствий, например, вот этого, это появление мотоциклов в массовом бихоте. Как человечество в целом, так и каждый конкретный человек, он по природе очень адаптивен. И любое изменение вот этого параметра, оно неизбежно приводит к адаптации и развитию. То есть появились мотоциклы в массовом бихоте, цены на бензин в Великобритании и США в этот момент, понятно, что резко взлетели вверх из-за соевского конфликта. Автомобили стали роскошью. А вот мотоциклы, мопеды и даже апгрейды велосипедов, куда меньшим расходом топлива, вошли в моду и очень-очень серьезно. Ну и, наконец, существенный фактор влияния на внешнеэкономическую деятельность – это, конечно же, внутренняя политика. Нам еще раз объявили, как вы слышали, что мы теперь социальное государство. Это здорово, это отлично. А где деньги? Во все времена ключевым фактором пополнения бюджета была таможня. Значит, мы прямо сейчас с вами и, в общем, на очередном витке закручивания гаек. Давайте посмотрим на статистику, касающуюся таможенных правонарушений. Ну вот, обратите внимание. Если посмотреть на количество уголовных дел, вот синяя линия, практически прямая, да, то единственный вывод из такой статистики, что, ну, есть какой-то план на уголовные дела по таможенным правонарушениям. И вот, ну, абсолютно одинаковое количество, да, ну, не бывает так, чтобы ровная линия, да, была без какого-то плана. Ну, значит, запланировано столько-то уголовных дел. С административкой, видите, да, вот она скачет, да, и она, в общем, скачет вверх. Вот. При этом, обратите внимание, от количества правонарушений, количество дел не очень сильно зависит, потому что вот незаконное перемещение через таможенную границу, которая скакнула серьезно, видите, в 2017 году, количество дел также резко, ну, и со смещением, там, в год, например, дела, они не быстро рассматриваются, поэтому может быть смещенная картинка, но нету этого. Вот. И чаще всего, как уголовные... Но с чем связаны, в принципе, административка и, дай бог, уголовные дела в таможенном праве? Чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, они связаны с разным пониманием таможни и участниками ВЭД, ВЭД, классификации ввозимых или вывозимых товаров. Классификации под товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. И сейчас давайте посмотрим с вами на очень показательный пример такого спора, который продолжается уже, да, шестой год с переменным успехом то в одну, то в другую сторону. Вот такие вот очень распространенные всем известные изделия одноразовый детский подгузник. Достаточно жизненный пример в ГТУ, касающийся, конечно же, очень-очень многих. Но прежде чем говорить о классификации, вот никуда не деться, давайте с вами разберемся в устройстве этого самого распространенного одноразового подгузника. Ну, чаще всего он состоит из нескольких слоев. Это различного рода пластики. Ну, про дышащие, уверяю вас, я изучил этот вопрос, это маркетинг, да, то есть дышащие – это вот те, которые марлевые, вот они, да. Некий пластик. Дальше внутренний слой, основная цель которого – впитывание и удержание влаги. Ну, собственно, вот все устройство, может быть много-много-много слойное, в подавляющем большинстве случаев этот самый впитывающий слой или несколько слоев состоит из двух составляющих. Это так называемая распушенная целлюлоза и так называемый суперабсорбент или суперабсорбирующий полимер. Вообще говоря, чуть разные у них функции по механизму действия у этих веществ. И если целлюлоза, она быстро впитывает, ну, я специально пример, который, в общем-то, надеюсь, понятен всем, да, целлюлоза впитывает очень быстро, но, как вы понимаете, не удерживает. А вот этот самый суперабсорбент, он впитывает существенно дольше, времени это занимает намного больше, но при этом он впитывает в себя в 30-40 раз больше своего объема и удерживает. При надавливании влага не выделяется. Поэтому, вот механизмы действия, как вы понимаете, разные. Поэтому, собственно, такая смесь и применяется. Мы сейчас опускаем вопросы, может быть, придете на курсы, тоже обсудим насчет вредно-невредно, надо-не надо, при желании пользоваться здесь тоже массой интересных вещей. Сейчас мы формально смотрим. Вот основной состав по объему, по назначению. Вот два таких элемента. Распушенная целлюлоза и тот самый суперабсорбент, так называемый. Чаще всего это одно и то же вещество, это либо полиакрилат натрия, либо полиакрилат калия. Ну, сейчас я на картинке тоже на фотографии покажу, как это выглядит. Устройство может быть очень разным в плане количества слоев, разного количества содержания в каждом слое. Ну, вот пример таких модных подгузников, где есть быстрый первый слой чисто целлюлозный, дальше чуть-чуть суперабсорбента, дальше 100% этого суперабсорбента уже в накопителе. А накапливает этот самый суперабсорбент, ну, вот примерно так, да. Можете на досуге раскурочить какой-нибудь подгузник новый и посмотреть, как это устроено. Большинство устроено именно так. Так, целлюлоза, и дальше вот такие вот гелевые кристаллики, с которыми, если попадает влага, вот они становятся вот такими. Так вот, в чем же эта самая шестилетняя детективная история? А детективная история состоит в том, что я... Она была и раньше. Вот, но... Один из слушателей курса пару недель назад мне задал вопрос этот самый про подгузники. Мне казалось, что я на него очень быстро и легко отвечу. Каким же кодом его классифицировать? Вот, и прием. Этим или этим. Вот. Ну, быстрый ответ мне получился, и в результате моего изучения вот кусочек мастер-класса и, собственно, возник. Очень-очень интересная история. В глубокие века, в древность, не будем уходить. 15-й год. Первый спор. Почему я на него обратил внимание? Потому что это редкий случай, когда он дошел до Верховного суда российского. Этот самый спор. Два кода. Совершенно с разным размером таможенный полушлем. Ну, существенно разный. Ну, обратите внимание, там 5 и 10 процентов, и еще и, ну, в 15-м году НДС 18 процентов был, сейчас он 20. Существенно разные размеры и НДС, и ставки таможенной пошлины. Поэтому, ну, очевидно, что участники ВЭД пытались классифицировать по коду с меньшей пошлиной. Чем они отличаются? Ну, вот. Вы видите эти определения. Отличаются они тем, из чего они состоят. Есть прямо написано в классификаторе подгузники составляющие из целлюлозы, либо второй код. Это прочие материалы. Детективная история продолжается, продолжается, кстати, до сих пор. Курская таможня приняла решение в пользу, не в пользу, переквалифицировала, да, довзымала платежи. Компания молодец, обратилась в суд, пошла. Пошли в арбитраж. Первый арбитраж в пользу таможни. Дальше пошли вверх. Апелляция в вышестоящий суд. Опять решение в пользу таможни. Следующая история. Кассация еще более высокую инстанцию. Опять в пользу таможни. Вот, пройдя всю эту цепочку, компания обращается в Верховный суд России. В 2017 году. Два года они судились, везде не в их пользу. Но, правда, редкий случай, правда, молодцы. Это, правда, редкий случай, когда участники ВЭД вот всерьез добиваются результата. Потому что, напоминаю, государству надо собирать деньги, и если, грубо говоря, до 2014 года количество положительных решений судов в пользу участников ВЭД было много, оно было существенно, то потом оно снижается, 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 снижается. И вот, не буду я подробно, конечно, рассматривать за неимением времени они длинные определения этого суда. Такой, кстати, грамотно написано все. И Верховный суд говорит, что нет ни таможня, ни последующие суды неправы. А неправы они в чем? Неправы они в порядке классификации. Каким образом ЖЭК проходит? Ну и вот Верховный суд говорит, что все решения судов и таможни являются ошибочными. На чем же основывается Верховный суд? Он основывается на так называемых основных правилах интерпретации товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. А именно третьим пунктом этого порядка интерпретации. О чем говорят эти пункты? Эти пункты говорят следующее. То, если изделие состоит из разных веществ, то во-первых, мы пользуемся тем кодом, который дает максимально конкретное описание. Если максимально конкретное не получается, то из состава мы выделяем ту часть, которая определяет основное свойство. Определяет основное свойство, является определяющим. у нас целлюлоза и суперабсорбент. Вроде впитывают и то, и другое. Так вот, Верховный суд говорит, а если не получается выделить и это, если нет данных или еще что-то, то тогда применяется следующее правило интерпретации, так называемое 3В, под пункт В, который говорит, что если ничего не получается, тогда берется просто больший по номеру код. В нашем случае больший по номеру код, это как раз невыгодный для участника ВОИД код, который говорит о том, что состав это прочий, не целлюлозный, а прочий. И вот Верховный суд говорит о том, что нет, ребята, основное свойство все-таки впитывания целлюлоза, который там основной объем, да, суперабсорбент помогает ей там сохранять или еще что-то делать. Вот так вот решил в свое время Верховный суд. Вот, ну, собственно, дальше на этом все не закончилось, да, это был 17-й год, дальше 18-й год Центральное таможенное управление идет в Президиум Верховного Суда обжаловать про подгузники. Президиум Верховного Суда отказывает, дальше таможня не успокаивается. 17-й год. Ну, понятно, не в связи с подгузниками происходит изменение кодировки единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. и ее унифицируют, основываясь на международной гармонизированной системе. Это правильно, это хорошо, но в нашей с вами детективной истории это приводит к тому, что коды на эти самые подгузники оба меняются. И получается, что решение Верховного Суда, ну, практически высшей инстанции, оно относится к тем старым кодам. То есть получается, что они уже к новым кодам вроде как не относятся. Есть, мы с вами живем в такой структуре с точки зрения таможни, которая называется Евразес. И исполнительным органом является структура, которая выносит в том числе квалификационные решения. И обратите внимание, вот по этим самым подгузникам на сайте комиссии Евразес, выложены это оттуда я взял, уже современные. Одно решение Евразес, ну, Казахстан, он один из участников, поэтому принимаются для всех стран эти решения. На сегодня, да, 29 апреля 21 года, код с меньшими платежами работает для подгузников по одному решению, по второму, третьему и четвертому нет. То есть есть противоречащие друг другу классификационные решения. Ну, вот совсем вкратце такая вот история про подгузники. На самом деле таких историй, конечно же, очень много. А что же делать? Ну, возвращаясь к надо ли спорить с таможней или не надо? Надо. Надо, можно, понимая, что вероятность выигрыша сейчас небольшая, но если на кону серьезные деньги, то, ну, во-первых, нужно изучить вопрос, конечно же, да? Во-вторых, нечего надеяться на таможенных представителей. Кто лучше, чем вы, знает про ваш товар? Ну, вы, я имею в виду, если вы грузовладельцы. Таможенный представитель знает, как, ничего обо всем, да? А вы все ни о чем. Поэтому они, и они точно не будут рассудиться с таможней. По одной простой причине. В реестре таможенных представителей записано обязательное условие неприменения в течение года к соответствующему таможенному брокеру статьи административной в рамках таможенного права. Поэтому они страшно боятся этой самой административки, даже минимального штрафа. Поэтому в целом таможенный представитель, он не работает на вас. Ну, никогда. То есть, его глубинные интересы, он работает, ну, понятно, на себя, а потом на государство, на таможене. Именно поэтому тоже имеет смысл изучать и пытаться самим начать заниматься. Есть, конечно, ситуации, когда можно и нужно пользоваться таможенным представителем. Не бывает черно-белого, но в целом и электронные декларирования, автоматизированные выпуски, в принципе, вот это вот существенно большая прозрачность таможни привела к тому, что большинство компаний потихоньку, но перестают пользоваться посредниками. И, как я и говорил, оставшиеся пару минут я еще раз вернусь к курсу, маленьким кусочком которого является наш сегодня мастер-класс. Курс начальный, но при этом он полезен всем и действующим сотрудникам, и тем, кто только-только начинает, и тем, кто пользуется таможенными представителями, этими самыми брокерами, не понимает, чего они делают. Он, ну, действительно, единственные, кого я не зову на этот курс, это тех самых представителей, таможенных представителей, да, потому что я немножко их обижаю на этом курсе, ну, вот в этом самом плане, да, то есть показывая, что снижается их востребованность, неизбежно снижается их востребованность. Значит, еще раз формально про курс, базовые особенности, это 24 академических часа, ну, стоимость, надо говорить, с менеджерами, она приблизительная, да, и старт групп, но обратите внимание, что хотите завтра, хотите послезавтра, то есть подряд сейчас стартует группы в разных форматах, ближайшие группы в формате как открытого обучения, где вы смотрите видеозаписи в свободном режиме, которые были сделаны в очных группах, а преподаватель находится рядом с вами, чтобы отвечать на ваши вопросы. А 22 мая стартует очная группа, поэтому на которую тоже, в общем, хочу сказать добро пожаловать. Действительно огромное преимущество центра специалист заключается в том, что существуют разные формы обучения, которые комбинированы, то есть кто-то в зависимости от своей ситуации одновременно проходит несколько курсов в разных формах. Это действительно чрезвычайно удобно, чрезвычайно эффективно. Коллеги, на этом на сегодня все. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, я внимательно вас слушаю. Спасибо. Спасибо. . Спасибо. .